В день светлого Рождества волшебство начиналось сразу, как только гости переступали порог Центра Здоровья и Досуга. В праздничных фото-зонах малыши и взрослые погружались в атмосферу новогодней и рождественской сказки. А огромная елка встречала блеском нарядных игрушек и манила завести веселый хоровод. Иди сюда елочку, взяли мы домой, иди сюда елочку, взяли мы домой. Рождество – время чудес, и для того, чтобы попасть в сказку, достаточно представить себя пассажиром волшебного паровозика. Отправимся! А в сказке ребят ждали герои старой доброй новогодней истории о Маше и Вите. С их вечным конфликтом между верой в чудо и рациональным мышлением. И, конечно, не обошлось без злодеев-вредителей, выступавших под именем «Дикие гитары». А кого в лесу найдем, всем шутить не станем, на счастье разорвем. Как водится, «Дикие гитары» пытались испортить веселье, мешали играм. А злобный Кощей так и вообще похитил Снегурочку. Но законы рождественской и новогодней сказки не приложены. Козни нечистой силы были напрасными, а добро оказалось сильнее зла. Снегурочку освободили, злодеев простили. И даже разрешили им повеселиться вместе с ребятами и Дедом Морозом. Благотворительная рождественская елка – многолетняя традиция в Заречном. Проходит праздник под патронажем главы города. Уважаемые родители, дорогие ребята, я поздравляю вас с праздником, с Новым годом, с Рождеством. Всего вам хорошего. Я надеюсь, что вам сегодня очень понравилось, потому что я посмотрел всю елку, я видел, как радостно, как весело вы сегодня пели, плясали, танцевали. Позвольте поздравить с этим действительно радостным, семейным, в то же время детским праздником Рождества Христова. Почему детским? Потому что в мир пришел младенец, родился младенец. И это такой же младенец, как и все мы, которые участвуем сегодня в этой елке. Я хотел бы всем вам пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, чтобы Господь, родившийся Богом младенец, родился в каждом сердце, в каждой душе, и чтобы в каждой семье был мир, благополучие, чтобы дети росли здоровыми, крепкими, умными, развивались в этом действительно хорошем, отличном городе Заречный, и чтобы могли радовать своих родителей. Еще раз я с праздником мира, добра, благости, и прежде всего крепости, силы, помощи Божьей от родившегося Бога младенца. С праздником всех! Гостями благотворительной рождественской елки главы стали более 120 юных зареченцев. Вместе с ребятишками на праздник пришли мамы и папы, бабушки и дедушки. Это семейный праздник, мы очень любим вместе время проводить. Это как раз возможность целый день провести время вместе. И под рождественской елкой каждый загадывал для себя и желал близким самого главного. Что родные были вместе, рядом с нами? Ну и детей побольше. Здоровья, любви, счастья и удачи во всех делах на следующий весь год. Самое главное, конечно же, здоровье. Здоровье, еще раз здоровье. Самое главное, чтобы дети не болели. Дети будут здоровы, родители будут счастливы. Ну и всем счастья, благополучия, удачи. Ну и верьте в чудо, и оно обязательно сбудется, произойдет. С верой в чудо и с самыми светлыми пожеланиями в рождественские святки Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев и вся телерадиокомпания «Заречный». Светлана Теплухина, Вячеслав Юрта, 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 Вячес